МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Посвящен Дню российской печати и 60-летию Союза журналистов в Подмосковье. Сотрудники печатных изданий, телерадиокомпаний, информационных агентств, работающие в Московской области, на несколько часов отложили в сторону микрофоны, чтобы в неформальной обстановке больше узнать друг о друге. Наверное, приобрести людям что-то новое в своей профессии, пообщаться творчески, поделиться новым опытом, новыми образами и понять, что мы, наверное, единое целое. Жду, наверное, единения между журналистами. Собственно, тоже, наверное, вторая цель этого мероприятия, чтобы все между с другом познакомились, пообщались, обменялись опытом. Вообще, это здорово. Я, наверное, жду интерактива, чтобы мы были все задействованы в программе. Проведение бала возродилось пять лет назад. Его участники побывали в Раменском, Люберцах, Ногинске и Электростале. Сегодня нас принимает Щелково. И я уже могу сказать, атмосфера праздника такова, что, ну, пожалуй, самый яркий на моей памяти бал. Почетным знаком за заслуги перед профессиональным сообществом Наталья Чернышева отметила главу Щелковского района Алексея Валова. Награду принимал заместитель главы администрации Юрий Родионов. Алексей Васильевич попросил выразить вам, вашем лице, всем коллегам низкий поклон. Огромное спасибо за ту работу, которую вы делаете, важную для нашей совместной работы. Благотворительный бал принимал многих почетных гостей. В ответ они выступали с приветственным словом. Когда работа доставляет удовольствие, тогда вы действительно творите. А ваша работа – это творчество. Вы формируете общественное мнение. Вы являетесь как бы первоисточником той информации, которую мы ищем. Еще одним торжественным моментом стало награждение семерых журналистов, одержавших победу в региональном этапе общероссийского конкурса экономического возрождения России. Его организует Российская торгово-промышленная палата и Союз журналистов России. Взаимодействие между торгово-промышленной палатой и Союз журналистов чрезвычайно важно, потому что о предпринимательных надо рассказывать. Нужно рассказывать о положительных примерах. Рассказы о них, они и способствуют созданию хорошего предпринимательского климата в области. Неотъемлемой частью балла был аукцион в поддержку ветеранов журналистики. На этот раз средства, а это около 20 тысяч рублей, вырученные от продажи фотографий подмосковных фотокорреспондентов, передали щелковскому радиожурналисту Нине Кузькиной. Это прекрасный человек, верный своей профессии. Это человек, вот как нельзя вернуть Советский Союз, так, к сожалению, нельзя вернуть журналистику тех лет, когда главным был человек. Нине Ивановне Кузькиной 87 лет. На балу ее представляла внучка Наталья Панкова. Мы сегодня сделали ей самый дорогой подарок и обязательно ей передам этот конверт, и то, что вы ее помните. Конкурсов и подарков, музыкальных приветствий, неожиданных приятных сюрпризов хватило до самого вечера. Заряд хорошего настроения в хмурые январские дни журналисты увезли с собой, чтобы поделиться с читателями, слушателями и зрителями. Михаил Налетов, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».